МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Вот этого безобразия не было. У нас пошла ботва такая. Ее не было здесь. Появилась какая-то дверь. Конечно, она долго не протянет. Ломом бил, вилами бил. Через нас все вот эти отходы все идут. Но их потом кто-то утащил. В эфире программа 42.12. Мы работаем с вашими жалобами и обращениями. Напоминаю, что мы следим за каждой историей, про которую рассказываем в своей программе. Делимся с вами новостями, а также отчитываемся о результатах работы. Так вот, в сегодняшнем выпуске нам хотелось бы рассказать про две проблемы, которые были решены. Аксенова, 30А. Здесь наша съемочная группа была в июне. Жильцы дома рассказали нам, что на первом этаже рядом с магазином ведутся строительные работы. Вместо окна появилась какая-то дверь. Новая дверь у нас появилась. Это, я так понимаю, идет расширение магазина. Вот сейчас все на лопате. Открыть мы его, конечно, не сможем. А, сможем. Вот, даже смотрите, как у нас все интересно. Кто у вас тут главный? Дверь обращается в магазин. Обращаться в магазин, да, соседник? А что вы в прятки играете с нами? Подождите. Откройте дверь, я хочу купить у вас печенье. Как сказал ДВ «Союз», у него есть аренда на это помещение, но он не имеет права делать отдельный вход. Собственников квартир возмутило не то, что здесь появится новый магазин, а то, что все работы ведутся без согласований. Это нам подтвердили в управляющей компании. Произведена незаконная реконструкция объекта капитального строительства путем установки двери. Эти вопросы разрешаются двумя путями, либо решением общего собрания собственников, но этого все равно будет недостаточно, нужно получить еще необходимые разрешительные документы. Второй вариант – это разрешение в суде, спор. Они должны восстановить все, что нарушили. Теперь здесь снова окно, двери нет, и я так полагаю, что людям, которые хотели открыть здесь магазин или еще что-то, теперь ничего другого не остается. как действовать законным способом. Рокоссовского, 25. Жители этого дома обращались в программу 42-12 еще весной. Дело в том, что их двор частенько стоял в воде. Венеция. Вот к подъезду не подойти, вот стоит вода. Просим что-то сделать. Если лето дождливое, у нас Венеция. И ждем месяц, пока не отойдет вода. Месяц, а то и больше. Если лето не дождливое, мы еще, кажется, живем, существуем, можно сказать. Выяснилось, что проблема в ливневой канализации, которая не чистилась, неизвестно сколько лет, мы обратились в администрацию города Хабаровска. И тут в июле, наконец-то, в этот двор приехали целые бригады рабочих. Так, машина едет сейчас на откачку. Кроводится, крышку подняли. Вот вы, Наталья Васильевна, следили за процессом. Вы ходите с камерой. Да, да, я их снимаю. Они ворчали-ворчали, но потом остановились. Сколько они прочистили колодцев? Ну, получается, шесть. Шесть. Семь шин отсюда вытащили. Ну, вы видите. Кто их туда положил? Вот они меня спрашивают, кто их так положил. Мудрые жильцы, проживающие на территории данного колодца. Так, здесь дерево выросло, сказали, дерево выросло. Они его спилили. Там внутри? Да, внутри. Вон корни вытаскивает. Пробивает колодец. Вот эти корни дерева ломает. Ну, если бы не губерния, мы бы, наверное, так и были бы, опять плавали бы. И мы просто благодарны вам. Вот, поставили нам теперь все. Мы надеемся, что это уже не куда-то не... Что не так просто не свернешь. Они очистили, мы им благодарны. Впервые за много лет, за 40 лет практически, я живу 71-го года, в этом году почистили вот эту ливневку, так сказать. Она действительно была забитая. До этого был у нас дворник, женщина. Она без всякого, со своим энтузиазмом, вот этой железнобетонной балки не была, опускалась сами ведрами, вычерпывала, чистила, представляете, все это было. Она умерла, 90 лет прожила, она умерла. Сама ливневка была заложена неправильно, конструктивно. Труба была заварена пластиной такой металлической. И прорезанная сварка четыре дырки вот таких вот. Представляете, что эти четыре дырки для такой рези. Вода стекает вот с 23-го, с 31-го, с 33-го домов. Все бежит сюда. Наш дом является приемником всего. Дети сейчас купались, они просто радовались в большую воду. Они сейчас полоскались, бегали, прыгали. Было хорошо для них, но мы не могли пройти. Конечно, чтобы таких ситуаций не возникало в дальнейшем, желательно все-таки систематически проводить подобные работы. Еще какие-то есть? Пойдемте. Вот это не могут засыпать. Вот, пожалуйста. Я в наше домоправление обращалась и говорит, кто вам вот эту линевку чистил, тот и пускай засыпает. Подъезды у нас. Ремонт тоже в подъездах почти не делается. Нету денег. Ограждение просим, нету денег. Ну вот это вот попросили ограждение, нам сделали. Пошли навстречу, нету денег, но пошли навстречу. Так как машины все сюда заезжали. Нам нужно вот эту траву от детской площадки ее обчистить. Вот это все. Если посмотреть вот с другой стороны, то в принципе трава косится. А здесь в чем дело? Ну в чем дело? Я сказала, что это не дошли, что ли? И она прям, я смотрю, до самого... Туда. Это джунгли. Это кошмар. Это даже еще не самое высокое. Дальше гуще. Вот. Вот так здесь. Тут надо, конечно, с этим что-то делать. В любом случае, обращение жильцов по поводу высокой травы мы передаем в управляющую компанию ДВ «Союз», чтобы были приняты меры, потому что, ну, это как бы, ну, это не дело. Это была программа 42.12. Пишите, звоните нам, делитесь своими фотографиями и видео с нами по WhatsApp. Следите за всеми новостями на нашей странице в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова